Народности России, культурный код нации. Выставка фарфоровых фигурок под таким названием открылась в Тверском краеведческом музее. Это самая настоящая энциклопедия костюма этносов нашей страны, правда, времен империи. Роман Быков рассматривал особенности национального костюма в царский период. И гордый внук славян, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. Эти слова Пушкина вполне подходят к выставке «Народности России. Культурный код нации», который теперь могут улицезреть тверичане и гости города. Для нашего музея это очень знаковая выставка, потому как мы в очередной раз сотрудничаем с Минверсальским фарфоровым заводом. Но такой проект, безусловно, вообще в Твери и Тверской области впервые. Потому как на этой выставке все наши посетители, все наши гости смогут увидеть, какая же многонациональная страна Россия. Справедливости ради надо сказать, что гости смогут увидеть, какой была многонациональной страной Россия при царе. Дело в том, что эти фигурки являются репликой знаменитой коллекции 1907 года, созданной на императорском фарфоровом заводе. Тогда в основу списка народностей, чьи скульптуры изготовили мастера, были положены результаты первой всеобщей переписи, проведенной в 1897 году. О том, что это копии статуэток прошлого, можно понять не только по надписям, по историческому образцу начала 20 века. Здесь просто еще находятся фигурки, которые изображают представителей тех народов, что живут на территориях, уже не входящих в состав России. Например, вот финская женщина или эстонская женщина. Теперь и Эстония, и Финляндия независимы государством. К 275-летию завода на предприятии решили повторить достижения предшественников. Работали, используя синтез современных и традиционных технологий. Статуэтки создавали при помощи 3D-моделирования, а вот расписывали вручную. При росписи используются надглазурные краски в основном. Есть и подглазурные виды декорирования, которые тоже здесь присутствуют во многих из фигур. Также используется высокопроцентное золото при уже таком финальном декоре. Первоначально проект современной серии включал 400 фигур. После скрупулезного отбора было принято решение изготовить скульптуры 73-х народностей или 146 мужских и женских статуэток в национальных костюмах. Их исполнили настолько качественно, что представители фольклорного хора, выступавшие на церемонии открытия выставки, только ахали, восхищаясь аутентичностью. Сделано всё настолько тонко, настолько минимально, что тут можно просто снять с костюмов вышивку и самой сделать вышивку по картинке, которая здесь нарисована. Можно просто крой снимать, потому что мы видим, что, допустим, в Логотской губернии, и мы понимаем, что здесь были косоклинные сарафаны, ну, в некоторых районах, не во всех, конечно. И мы видим этот крой. Кстати, эту серию смело можно назвать «Издание исправленное и дополненное». Здесь есть представители народов, фигурки которых до революции не были изготовлены. Каких-то по идеологическим соображениям, а каких-то просто не успели. Как, например, жителей современного Ямало-Ненецкого автономного округа. Зато теперь эти сыновья сурового севера гордо взирают на посетителей выставки. Вместе с другими обитателями нашей такой этнически разнообразной Руси Великой. Как бы сказал всё тот же Александр Сергеевич.